Ранее мы говорили с доктором медицинских наук профессором Александром Вадимовичем Кельдушевским о средствах индивидуальной защиты от коронавируса и насколько они могут помочь. Сегодня мы попытаемся понять масштабы бедствия. А как узнать, что ты заболел и что предпринимать, если заболел? Ну, уже по телевизору много раз это уже здесь говорили, какие клинические симптомы. Это появление высокой температуры, свыше 38-38,5, внезапное. Это заложенность верхних дыхательных путей, сухой такой лающий кашель, без мокроты, который никакого эффекта никакой не дает этот кашель. Но вот эти симптомы, что еще там, слабость, потливость, озноб, все, что свойственно острым респираторным заболеваниям, здесь, конечно, сложно его пациенту или больному, или человеку, сложно его отдифференцировать от какого-то другого острого респираторного заболевания. Но при любом повышении температуры, при любом каком-то навязчивом кашле, насморке, покраснении, слизистых глаз, головной боли, немедленное обращение за помощью к медицинскому персоналу. Самому не надо стараться отдифференцировать этот вирус, у меня коронаро-вирус, у меня это, или это какое-то банальное, это ни к чему не приведет. Придет медицинский врач или кто-то там, у меня брат или фельдшер, сделает необходимые анализы, пошлет их в лабораторию, где установят, а больного – это уже на усмотрение врача, надо будет либо изолировать. Ну а вообще, если любой человек, если почувствовал такое недомогание, и вот эти симптомы, надо немедленно самоизолироваться. А и в своей комнате, конечно, самое лучшее – это проветривание. Проветривание на улице, воздух у нас всегда стерильный, чего бы ни было. И обрабатывать комнату соответствующими дезинфицирующими растворами, себя тоже. Но здесь тоже можно переусердствовать. Ведь кожа у нас – это тоже выполняет защитную функцию, барьерную защитную функцию, так же, как и слизистые оболочки. И если мы будем через каждые 15 минут обрабатывать сильно действующими веществами поверхность кожи, то просто ослабнет наша защитная функция кожи. И кожа может пропускать ту инфекцию, которая будет не менее опасной, чем этот вирус. Поэтому здесь просто надо действовать с умом, включать, так сказать, мозги. Не переусердствовать. Потому что это всегда может быть тоже чревато. А как, по-вашему, пик эпидемии уже пройден или еще предстоит? Здесь трудно сказать. Вот мне кажется, пик у нас как такового пика, вот с учетом всех тех мероприятий, которые проводят наши инфекционисты, и вообще народ, вот с этим учетом, у нас как такового пика не будет. Этот пик будет очень сглаженный, на мой взгляд. То есть не будет вот какой-то такого, понимаете, само развитие этого заболевания, оно тоже идет, нельзя сказать, что по экспоненте, как в других странах, как это было в Китае, как в Западной Европе. Оно не идет по экспоненте, оно идет по другой какой-то модели. С этим моделем идет очень плавное его повышение, дойдет, здесь нельзя сказать, до пика, до максимума какого-то своего, и точно так же будет, я думаю, что на плат оно и не выйдет, а будет точно так же мягко и уходить. Мягко уходить. Вот это самый благоприятный, самый такой, на мой взгляд, наиболее прогнозируемый исход этого процесса в нашей стране. В других странах, конечно, я не знаю как. Но тем не менее, когда, значит, солнце достигнет своего апогея, то этот пик, любой пик прекратится. Потому что, ну, это, конечно, мое предположение, но предположение основано на том, что это вирусное инфекционное заболевание, которое относится вот к гриппоподобным заболеваниям, к острым респираторным заболеваниям. А судя по предыдущим острым респираторным заболеваниям, именно так и происходило. Почему это должно быть исключением? Ваши прогнозы, когда победят эту болезнь? Отменят карантины? Откроют границы? Ну, да. Здесь вот до какой бы это самого времени продлится эта самоизоляция, ну, это уже президент ответил на этот вопрос до 30-го. Но, может быть, и раньше. Не исключает такой возможности. Так что я что здесь могу сказать? Вот с медицинской точки зрения, конечно, вот наше руководство пошло, конечно, на беспрецедентные вот такие шаги для обеспечения здоровья нашего населения. Страна, ну, это же понятно, потерпит колоссальный урон материальный. Колоссальный, конечно. Заводы стоят там, это самое. Но, тем не менее, вот все-таки надо здесь отдать должное нашему руководству, хоть мы его и критикуем, и в большинстве случаев, может быть, это все оправдано, ну, в данном случае они, конечно, пошли на беспрецедентные шаги для обеспечения здоровья, безопасности населения людей нашего государства, нашей страны. Это, конечно, беспрецедентно. Вот, и мы за это, конечно, должны быть благодарны. Ну, конечно, они не просто закрыли, а они же руководствовались, руководствовались теми указаниями, которые говорят специалисты, врачи, инфекционисты. Потому что, что может политика? Он не знает, как, что нужно сделать. Ему говорят инфекционисты, профессионалы, что надо делать в данном случае. И то, что наше там руководство исполнило указания наших профессионалов, врачей этих, то, конечно, здесь надо им отдать должное. Вот, ну, а конкретно, когда, я уже сказал, когда солнце у нас встанет в определенную позицию, когда у нас будет достаточно ультрафиолетового света, вот тогда у нас вирус прекратится. Но это не значит, что он вообще уйдет из нашей жизни. Нет, конечно, он у нас теперь будет, теперь у нас постоянным. Но в процессе, это я с самого начала уже говорил, в процессе репликации, то есть его удвоение, ну, размножение этого вируса, переходя от человека к человеку, он теряет свою, ну, подвергаясь мутационным изменениям, он теряет свою и вирулентность, и патогенность, теряет. Мы с ним потом договоримся и будем жить так более-менее прилично. И наш организм, ну, и работает против него не специфически, скорее всего, а какие-то, ну, достаточные защитные силы, чтобы поддерживать его в неактивном состоянии. Дело это самое-то серьезное, вот. Но оно серьезное, потому что оно неизвестное. Новое, новое всегда неизвестное. Поэтому вот и такие десанты, никто не знает. И кто-то прогнозирует, что да нет, это все будет нормально, да. Все боятся так. А вдруг нет? А я так сказал, и это самое, вот я сказал, так сделали, а там тысяча больных из-за меня умерло. Нет уж, я лучше буду это самое. Так что здесь очень много всяких нюансов. Но главное, мы должны нести оптимистический прогноз. Но имея в виду, что, так сказать, определенную озабоченность. На этом все. Оставайтесь на нашем канале и смотрите новые выпуски, чтоб ты понимал. Продолжение следует... Продолжение следует...